Витамин D – один из главных строительных материалов для нашего организма. Он помогает защитить нас от различных заболеваний и способствует правильному развитию наших органов. Трудно представить, что бы мы без него делали. Сегодня мы поговорим о важности витамина D и о том, как он влияет на наши органы. Если вам интересно узнать, как вести здоровый образ жизни и о том, как различные продукты влияют на наше здоровье, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Витамин D представляет собой группу биологически активных веществ, в которую входят холекальциферол и эргокальциферол. Холекальциферол или витамин D3 синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже, а также поступает в организм человека с пищей, в то время как эргокальциферол или витамин D2 поступает исключительно с пищей. Основная функция витаминов D2 и D3 – это обеспечение всасывания в тонком кишечнике кальция и фосфора из пищи. Проводимые исследования показали, что витамин D является гормоном, а не витамином, как его принято называть. Почему же тогда изначально он был назван витамином? Все потому, что во время исследования микронутриентов и их роли в организме были открыты вещества, похожие на витамин D3. Их называли витамин D1 и D2, и так как они не вырабатываются в организме, а поступают с пищей, они получили статус витаминов. Потому что витамин – это вещество, необходимое для нормального функционирования организма, поступающее именно с пищей. А то, что наша кожа вырабатывает D3, открыли немного позже, но его также назвали витамином D. Давайте разберемся, что провоцирует дефицит витамина D в нашем организме. Да, как уже упоминалось ранее, основным источником витамина D является кожа. И от ее цвета зависит, какое количество витамина выработается. Чем темнее кожа, тем меньше образуется витамина D. Это связано с более высоким содержанием меланина в темной коже – пигмента, который определяет ее цвет. Меланин снижает выработку витамина D за счет ограничения поступления ультрафиолета в кожу. Поэтому чем больше мы загораем, тем меньше выработается этого витамина. Таким способом организм препятствует избыточному образованию витамина при длительном пребывании на солнце. Это хороший защитный механизм, если вы живете в южных регионах. В северных регионах обладатели смуглой кожи испытывают более выраженный дефицит витамина D по сравнению со светлокожими людьми. Вторым пунктом будет солнцезащитный крем. Чем светлее ваша кожа, тем больше она подвержена вредному воздействию солнечных лучей. И пребывание на солнце может привести к ожогам или даже раку кожи. Поэтому, чтобы этого не допустить, перед загаром нужно обязательно наносить солнцезащитный крем. Но он точно так же, как и меланин, будет препятствовать проникновению ультрафиолета в вашу кожу. И это приведет к меньшей выработке витамина D. Следующей причиной дефицита витамина D в нашем организме будет наличие таких заболеваний печени, как неалкогольная жировая болезнь печени. Об этом у меня есть отдельное видео, ссылку на него вы найдете в описании или в подсказке к этому видео. Такие заболевания, как неалкогольная жировая болезнь печени, цирроз печени или хронические заболевания почек могут стать причиной недостаточной активации витамина в этих органах. Воспалительные заболевания кишечника также нарушают всасывание витамина D. Следующим пунктом будет ожирение. Ожирение приводит к сниженному уровню витамина D. Это связано со способностью жировых клеток запасать витамин D в большом количестве. Но вот процесс возврата витамина при ожирении будет нарушаться. Поэтому возникает парадоксальная ситуация. Вроде бы ваш организм обладает большим запасом витамина, а получить обратно его не может. И последняя, но немаловажная причина дефицита D – это лекарственные препараты. Длительный прием противогрибковых, противоэпилептических средств, а также глюкокортикоидных гормонов способствуют дефициту витамина D в нашем организме. А теперь давайте поговорим о возможных последствиях дефицита витамина D. Первое, о чем стоит упомянуть, это снижение крепости костей, зубов и мышц. Недостаточное потребление витамина D может повлечь за собой снижение плотности костной ткани, ухудшение состояния зубов и даже спровоцировать мышечные судороги. Как уже было сказано ранее, витамин D поступает в организм в двух формах – эргокальциферол и холекальциферол. Обе формы витамина оказывают ряд важных воздействий на организм человека. Пройдя трансформации в печени и почках, они превращаются в кальцитриол. Эта активная форма витамина D помогает организму усваивать из пищи соединения кальция и фосфора, сохраняющие кости и зубы здоровыми и крепкими. Следующее, к чему может привести дефицит витамина D – это ослабление иммунитета. Нормальный уровень витамина D в крови играет важную роль в формировании иммунного ответа. Данные исследований показывают, что дефицит этого вещества в крови влияет на риск заражения, а также тяжесть и длительность течения ОРВИ. Наш с вами иммунитет – это естественная защита нашего организма. День и ночь он борется с бактериями и вирусами, выводит токсины и уничтожает чужеродные клетки. Но, к сожалению, даже самую сильную иммунную систему могут пошатнуть стресс, плохая экология, неправильный образ жизни, дефицит витаминов и перенапряжение. Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что недостаточный уровень витамина D в сыворотке крови влияет на риск возникновения, тяжесть и длительность течения вирусных респираторных инфекций. Нехватка витамина D также может привести к нарушению обмена веществ и набору лишнего веса. Не забывайте, что витамин D участвует в обмене веществ, в частности, глюкозы и жиров. Дефицит этого витамина повышает риск развития ожирения. Ожирение – серьезная проблема развитых стран. Сочетание дефицита витамина D и метаболических нарушений встречается очень часто. Избыточное количество жировой ткани может способствовать снижению концентрации циркулирующего в крови витамина D. Почему же это происходит? Во-первых, люди с избыточным весом чаще всего ведут малоактивный образ жизни, что приводит к уменьшению времени инсоляции и снижению образования коликальциферола в коже. Во-вторых, витамин D может накапливаться в жировых клетках. Достать эти залежи витамина из них, чтобы перенаправить в кровь, довольно трудно. Поэтому в организме людей с ожирением может возникать гиповитаминоз. Это означает, что лишний вес блокирует положительные действия витамина, который является катализатором множества полезных защитных механизмов организма. На чем же еще может сказаться дефицит витамина D? На качестве вашего сна. Исследования показали, что дефицит витамина D может сопровождаться нарушениями цикла сна и бодрствования. У вас будет низкая продолжительность ночного сна, патологическая дневная сонливость и бессонница. В клинических опытах пациенты с нарушениями сна, принимающие препараты витамина D, отмечали улучшение качества сна. Но хочу отметить, что механизм положительного влияния витамина D на сон еще не до конца исследован. Есть предположение, что активная форма витамина находится во взаимосвязи с мелатонином, главным регулятором сна в организме. Кроме того, повышая усвоение кальция, витамин D улучшает передачу нервных импульсов, нормализуя тем самым деятельность головного мозга, отвечающего также за нашу тревожность. Отмечено, что низкое содержание этого витамина может привести к более тяжелому течению депрессии. Нехватка витамина D также сказывается на работе опорно-двигательной системы. Скелет человека – это каркас, который удерживает внутренние органы и мягкие ткани в физиологически правильном положении. Каждую секунду он подвергается очень большим нагрузкам, и поэтому он нуждается в подпитке важными минералами, микроэлементами и витаминами. Витамин D регулирует всасывание организмом кальция и фосфора – это строительные материалы для костей и зубов. Его недостаток приведет к вымыванию этих элементов из костей, а это сделает наш скелет хрупким, что в свою очередь повысит частоту падений и переломов. Следующим пунктом будет снижение когнитивных функций. И дефицит витамина D широко распространен у пожилых людей. Результаты многочисленных исследований показывают, что его низкий уровень повышает риск развития ишемического инсульта на 36-50% и увеличивает риск когнитивных нарушений. Список неврологических расстройств, связанных с дефицитом витамина D, достаточно широкий. Немаловажным будет упомянуть про влияние дефицита витамина D на организм ребенка. Из-за недостатка витамина D есть риск появления аллергических заболеваний или их обострений. В последнее время значительно расширились знания о положительном влиянии витамина D в профилактике и лечении аллергических заболеваний у детей. Недостаток витамина D – это одна из главных причин развития рахита у детей. Гиповитаминоз D меняет структуру костей, он ухудшает работу мышечной ткани и формирование скелета. Давайте обобщим взаимосвязь между витамином D и функционированием нашего организма. Он помогает иммунной системе отражать атаки бактерий и вирусов. Наряду с другими элементами он отвечает за работу мозга и когнитивные функции – память, мышление и внимание. Он поддерживает мышечный тонус, что сказывается не только на силе мускулов, но и на осанке, походке и умении держать равновесие. И дефицит витамина D связывают с повышенным риском развития аллергии. Следующим, о чем мы поговорим, будут источники витамина D. Организм сам может выработать витамин D под воздействием ультрафиолетовых лучей. Главное, что индекс должен быть от 3 и выше. Этот показатель легко проверить при просмотре прогноза погоды. Обычно в приложении есть вся необходимая информация. Чтобы получить нужную дозу витамина D, необходимо находиться на открытом солнце в промежутке с 11 до 14.00, минимум дважды в неделю. При этом нельзя использовать средства защиты от солнца, а руки и лицо, спина или ноги должны быть открыты. Что касается еды, то витамин D присутствует достаточно в ограниченном количестве продуктов. Основная категория продуктов, в которых содержится этот витамин в самых больших дозах, это жирная рыба и рыбий жир. Существуют и другие источники, но с гораздо более низким содержанием этого витамина. Например, если у вас нормальный уровень витамина D в крови, то для его поддержания может потребоваться съедать 100 яичных желтков или 4 килограмма сметаны или же 4,5 килограмма сыра ежедневно. Поддерживать такой рацион будет очень сложно, и в этом случае понадобится прием специальных препаратов витамина D или пищевых добавок. Как видите, витамин D играет значительную роль в поддержании здоровья. Чтобы сохранять его уровень на оптимальной отметке, не упускайте возможность съездить в теплые солнечные края или просто погулять в теплый день. Употребляйте больше богатых этим витамином продуктов, особенно рыбы, и не пренебрегайте консультацией врача и сдачей анализов. Так вы будете точно знать уровень витамина D в вашем организме и сколько витамина D вам нужно принимать при его дефиците. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые ролики. Всем огромное спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok